Приветствую, друзья. 23 октября на двухэтажный жилой дом в Иркутске упал истребитель Су-30. Погибли два лётчика. Ещё раньше, 17 октября, фронтовой бомбардировщик Су-34 с полным боекомплектом врезался в многоквартирный жилой дом в Ейске. Лётчики успели катапультироваться и остались живы. Жителям дома повезло меньше. Взрыв, боезапасы и последующий пожар унесли жизни 15 человек. Ещё 43 человека пострадали. С начала войны мы стали привыкать к таким новостям. А в Украине люди вообще гибнут сотнями и тысячами каждый день. Но так-то и это ужасная трагедия. Бомбардировщик врезается в жилой дом. Взрыв, пожар, погибшие, раненые, многие в критическом состоянии. Наверное, президент-то скорбит вместе со всей страной? Я даже полез на официальный сайт президента, чтобы проверить. Ничего нет. Есть дежурная протокольная новость в один абзац о поручениях в связи с крушением самолёта. И всё. Ну, ещё Песков от имени Путина выразил соболезнование. То есть, Путин не сам выразил, а через пресс-секретаря. Но ведь это же не просто крушение. Это военный вылет фронтового бомбардировщика. Он должен был полететь бомбить одних невинных мирных жителей, а вместо этого упал и убил других. А у Путина даже не хватает духу выйти к камерам и лично сказать, простите меня, это крушение, конечно, случайность, но я начал эту войну, поэтому ответственность за все жертвы на мне. Не то, чтобы он стеснялся камер. Как раздавать ним заработанные деньги, он делает это сам и на камерах. Выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. Как грозить каким-то далёким врагам неведомым оружием, он тоже первый. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. А вот взять ответственность, здесь его нет. Ну или времени не хватает. Зато хватает на то, чтобы через три дня после крушения самолёта красоваться на камеры на военном полигоне с оружием. На сайте Кремля говорится, что на полигоне проходит боевое слаживание подразделений мобилизованного состава к выполнению задач в районах проведения специальной военной операции. Даже если отвлечься от того, что картинки абсолютно постановочные, это явно так, то очевидно, отправлять людей на смерть явно больше по душе Путину, чем брать ответственность за жертвы. Но может быть дело-то не в малодушии Путина. Вот какая путинская цитата первой приходит на ум для его описания. Вот для меня лично это реакция Путина на вопрос Ларри Кинга. А что случилось с подлодкой Курск? Она утонула. Она утонула. Крупнейшая трагедия. Больше ста моряков погибли ужасной смертью. А Путин решает не прерывать свой отпуск на море. Не подпускает к месту аварии зарубежных спасателей. Называет вдов погибших моряков шлюхами. А потом с улыбочкой говорит, она утонула. И знаете, что я думаю? А может быть мы не правы в оценке Путина? Ну или не совсем правы? Может быть это не недостаток мужества мешает ему брать ответственность? Лично выражать соболезнования и смотреть в глаза родным жертв? Может быть ему просто все равно? Может быть ему просто плевать на причиненные им страдания и смерти? Знаете, это многое объясняет. Путин просто не ценит ни одну жизнь, кроме своей. Поэтому любовь к роскоши, яхтам, дворцам, развлечениям сочетается у него с полнейшим безразличием к чужой жизни и смерти. Она утонула. Поэтому путинская система даже не ведет счет погибшим. Поэтому в сюжетах российской пропаганды автомобиль «Лада» позиционируется как достойная замена погибшему на войне сыну. В память о Среди Гори купили новенькую машину. Этот подход задается на самом верху. Он идет от Путина и превращает трагедию в фарс. Вот в Обнинске детям мобилизованных пообещали бесплатные обеды. В Якутии семьям таких же мобилизованных выдают овощные наборы. Капусту, лук, морковь. Семьи мобилизованных горожан могут обратиться за единоразовым продуктовым набором. Состоящими из свежих овощей. Это капуста, картофель, морковь. Вот как же власть ценит этих людей, если после призыва их детей приходится в прямом смысле подкармливать. В Туве семьям выдают живых баранов. Муку, картофель и капусту. Ну, это уже чистый троллинг. Баран в семью вместо ушедшего на фронт. Я даже не знаю, как власть может честнее сказать, за кого она вас держит. А еще за мобилизованных дают дрова, бесплатный проезд на автобусе и мороженую рыбу. И не говорите, что вас не ценят. Вашу жизнь ценят еще как. Где-то между ладой за 600 тысяч рублей и пятью килограммами мороженой рыбы. Звучит дико. Но Путин считает такое отношение к жизни своим преимуществом. Вся путинская военная и внешнеполитическая доктрина построена на том, что ему плевать на жертвы не только среди чужих, но и среди своих граждан. Вот военная операция зашла в тупик. Не проблема. Миллион мобилизованных пойдут на фронт, погибнут сами, но нанесут также неприемлемый ущерб противнику. Еб***ь дво! Сколько нас вообще! Целая орава! Не получается разгромить противника в бою? Нанесем удар по инфраструктуре, заставим мирных жителей страдать, а вось они надавят на свое руководство. Это тактика международного террориста. И эта тактика возможна только в ситуации полнейшего безразличия к жизням как чужих граждан, так и своих. Мы начали разговор с того, что Путин не нашел время лично выразить соболезнования 15 погибшим в крушении бомбардировщика в Еське. Но за последние 8 месяцев он убил десятки тысяч людей. Он похож на сострадающего или сопереживающего? Не о чем сожаление. Нет. Похоже, ему просто на все наплевать. Но безразличие к жизням людей, хоть и приносят выгоду в моменте, в перспективе обрекает Путин на его государство, на поражение. Когда государственной политикой становится наплевательское отношение к гражданам, то и гражданам становится плевать на государство. 2022 год станет рекордным по количеству покинувших родину россиян. Это вынужденная миграция. Бегут не к хорошей жизни, а куда глаза глядят, бегут в страны Балтии, Финляндию, Грузию, Казахстан, Киргизию, даже в Монголию. Слова «пропускной пункт Верхний Ларс» уже стали нарицательными. А только за первую неделю после объявления мобилизации страну погинуло около 700 тысяч человек. 700 тысяч человек в самом расцвете сил, а другие от мобилизации и не бегут. Это очень и очень много. За одну неделю от путинского безразличия к жизням из страны уехал 1% трудоспособного населения. Люди, которые уезжают, это наиболее информированные люди, люди, наиболее ценящие свою жизнь, что означает, что, видимо, они действительно зарабатывают, скорее, больше, чем меньше. Конечно, это будет иметь огромное влияние на экономику. Я далек сказать, что уезжают лучшие. Нет, прежде всего уезжают те, кто имеет возможность и ресурсы. Но это и есть существенный удар по экономике. Если совсем говорить цинично, то насколько вот эти уехавшие люди, они ценны для экономики нашей? Цинично можно говорить как угодно, а по жизни это лучший человеческий капитал. Уезжают же жители крупных городов. Слушайте, ну не думаю, что у вас там кто-то галопом побежал из небольшого районного центра. Если поехали, то из Красноярска. Потому что это образованное городское население, которое неплохо зарабатывает в целом, которое ценит свою жизнь. А кроме этого уезжают самые активные, предприимчивые, склонные к риску. Уезжают те, кто мог бы стать на родине предпринимателем, изобретателем, создателем чего-нибудь нового и ценного. История вынужденной российской эмиграции насчитывает сотни лет. В 1918 году от власти большевиков бежал из России Игорь Сикорский. В США он основал компанию «Сикорский», которая до сих пор занимает важнейшее место на мировом рынке самолетов и вертолетов. Уроженец Мурома Владимир Зворыкин в 1920 году тоже обосновался в США и внес ключевой вклад в развитие телевидения. Сергей Брин в недавние годы родился в Москве. В шестилетнем возрасте родители увезли его в США. Брин стал сооснователем Google, который является одной из самых успешных и дорогих компаний в мире. Из десяти самых дорогих американских компаний, основанных эмигрантами, три основаны выходцами из России. Так сколько будущих Сикорских, Зворыкиных, Бринов уехали из страны за первую неделю после начала мобилизации? Скольких изобретений, компаний, миллиардов долларов недосчитается из-за этого Россия? Впрочем, для власти даже вопрос так не стоит. Путинские миньоны, возможно, даже искренне не понимают, что страна – это граждане, что экономика – это человеческий капитал, что сила не в искандерах каких-нибудь, а в людях, которые могут что-то, в том числе искандеры, изобрести. Поэтому, когда Володин пишет, что уехавшие – это предатели Родины, то читать надо с точностью, да наоборот. Предатели Родины – это те, из-за кого за неделю из страны уехало 700 тысяч человек. Предатели – это те, кому наплевать на жизни сотен тысяч сограждан. Но они временщики, их срок конечен, у них глобально ничего не выйдет. Люди не любят тех, кому плевать на их жизнь. А без людей, без их энергии, активности, без их идей ни у кого ничего не получалось. Не получится и у Путина. Счастливо вам и берегите себя. Вы нужны своей стране, хотя это пока и не очевидно.